Финикийцы Но за прошлый век археологические раскопки, проведенные прямо в центре Бейрута, дали более ясное представление об этих отважных людях, которые оказали большое влияние на мировую историю. Наследие древних цивилизаций Карфаген и Финикийцы Ключевое положение Ливана между Европой и Азией сделало страну перекрестком религии, торговли и путешествий еще в дописьменный период. Ливан прошел путь от древних торговых маршрутов до современных нефтепроводов и многонациональных корпораций и остался в центре торговли, которую ведут Восток и Запад. История Ливана восходит к древнему времени, свидетельств, о котором очень мало. Что известно от цивилизации финикийцев? Приблизительно 6000 лет назад на востоке Средиземноморья, в области известной теперь как Сирия, Ливан и Израиль, начало развиваться новое общество. Они жили на земле Ханаана почти 2000 лет и были первоначально известны как Ханааниты. Греки называли их фоэнос, римляне пунны, что означало фиолетовый, ибо они торговали фиолетовым красителем. Действительно есть проблема с терминологией в случае с этим народом. Она состоит в том, что некоторые названия являются географическими, другие – лингвинистическими, третьи исходят из культурных особенностей. По побережью они – ханааниты, но в 13-м столетии до н.э. эту же самую группу людей уже называли финикийцами. Уже финикийцы начали мигрировать и формировать колонии в Западном Средиземноморье, и римляне стали называть их «пунический народ». Это этнический термин, применяемый какому-либо конкретному народу. Так что есть ханааниты, финикийцы и пуны, но в то же время это один и тот же народ. После краха Микенской империи в первом тысячелетии до н.э. финикийцы, используя торговлю и колонизацию, начали распространять свое влияние на Средиземноморье и даже дальше. Финикийцы были первоклассными исследователями. Как торговцы они привозили сырье, а как ремесленники производили товары по всему известному миру. Финикийцы оставались в Ливане, пока их не смели волны иноземных захватчиков. Сначала приплыли ассирийцы, а потом, в 332 году до н.э. Александр Великий взял город Тир, и владения финикийцев на востоке перешли в руки греков. На западе финикийцы долго сражались против Рима. Конец пришел во II веке до н.э., когда их столица, город Карфаген, был разрушен и сожжен. После этого финикийская империя перешла к римлянам. На протяжении более тысячи лет финикийцы жили на плодородном побережье Ливана. Три главных города были Тир, Сидон и Библос. Каждый был независимым государством, иногда в союзе с другими, но обычно действующим независимо. Эти города привлекали умелых мастеров по меде, серебру и золоту. Они резали по слоновой кости, делали глиняную посуду и были хорошими плотниками. Хотя финикийцы выращивали зерновые культуры и разводили овец, земли было недостаточно, чтобы вплотную заняться сельским хозяйством. Многие обратились к морю, чтобы найти пропитание. Вскоре финикийцы превратились в величайших мореплавателей древнего мира. Ливан был центром торговых караванов, которые приносили африканское золото, слоновую кость, рабов и благовоние из Египта. Морской путь из Ливана был более быстро безопасен, чем длинные и опасные караванные пути. В то время как маленькие товары могли нести вьючные животные, более тяжелый груз, вроде древесины, перевозили морские суда. Ветер наполнял большой прямоугольный парус на главные мачты корабля и двигал суда. Когда не было ветра, судно шло на веслах. В древние времена двумя главными типами мореходных судов, используемых на Средиземноморье, были округлое торговое судно и длинный боевой корабль. Финикийцы строили порты, гавани и укрепления, чтобы защититься от пиратов и захватчиков. Они продвигались все дальше и дальше, пока не построили колонии по всему Средиземноморью. Почти половина севера Африканского берега, от Атлантики до Египта, была под их контролем. Они были главной силой и в Южной Испании. Финикийские легенды гласят, что корабли выходили из Суэцкого залива, огибали Африку и Западный берег, шли через Геркулесовы столбы, в Гибралтарском проливе и возвращались в Средиземноморье. Капитан утверждает, что видел, как полярная звезда показывалась все ниже над горизонтом, пока не исчезла полностью, а значит моряки действительно шли вокруг южного побережья Африки. Древний город Библос, в 9 километрах к северу от современного Бейрута, был основан около 3000 лет назад и имел огромное историческое значение. Это было старейшее поселение на Средиземноморье. Согласно финикийской легенде, бог Эль основал Библос, который затем окружил массивной стеной. Кольцо стены, все еще заметное сегодня, восходит к бронзовому веку, 2800 лет до Рождества Христова. Библос был основан 7000 лет назад, когда здесь поселилось маленькое сообщество рыбаков. Мы знаем имена некоторых из богов, которым поклонялись финикийцы. Баал был одним из главных богов и требовал себе в жертву детей. Большой храм был построен в Библосе 5000 лет назад. Он был посвящен Баалат-Гибал, или Матери Библоса. Богиня следила за Библосом в течение 2000 лет. Сто лет спустя был построен другой храм, на сей раз для бога мужчины. Позже были установлены массивные каменные обелиски, дабы очертить священную землю. Библос был очень важным портом для египтян. В Египте не было лесов, но египтяне нуждались в древесине. Ливанский кедр был очень кстати. К началу третьего тысячелетия Библос стал основным портом в Восточном Средиземноморье, экспортирующим огромное количество древесины. Уже 5000 лет назад Библос отправлял древесину в Египет, где ее использовали для погребения. Библос очень рано попал под влияние египетского языка и литературы, поэтому жители города знали очень много о египтянах и их традициях. Они ведь с ними торговали. Самое большое различие между египетским и ханаонитским письменами состояло в том, что каждый египетский иероглиф означал отдельное слово. Ханаониты взяли эту идею за основу, но решили, что буква будет обозначать только первый звук слова, а не все слово целиком. Так, например, слово «дом» на большинстве семитских языков, «бате» или «бату». Так что пиктограмма «дома» значила не только «дом», но и звук «бэ». Точно так же «а» обозначалась головой «вала». Возник вопрос, почему, попав в римский алфавит, большинство букв повернулось как минимум на 90 градусов. Сначала вы их писали так, потом вы писали вот так. Для букв алфавита это совершенно обычное явление. Используя пиктограммы египтян, они изменили символы и создали систему, где один знак всегда обозначал один звук. Финикийцы передали систему алфавита грекам и римлянам, а через них — всему миру. Название «алфавит» произошло из греческой комбинации первых букв — альфы и беты. После вторжения Александра Великого в IV веке до н.э., греческое влияние превратило афиникийский библос в эллинистический центр. Благодаря римлянам город стал центром культа Адониса. Римляне строили новые термы, храмы и театры. Около руин храма лежит разломанный на части курос — статуя стоящего мужчины. На маленьком скалистом мысе стоят гордые руины замка крестоносца, последняя из более-менее сохранившихся зданий библоса. Его можно отличить по желтоватой поверхности звездняка, из которого он построен. Вход в замок ведет к дверному проему в нео-котическом стиле. В стенах имеются амбразуры. В подземелье имеется подземный ход, через который можно было убежать во время осады. Другие финикийские поселения включают Берито — современный Бейрут, Сидон — современная Саида и Сиор, также известный как Тир. Прибрежный город Тир расположен в 30 километрах от Бейрута. Тир был основан в 10 веке до нашей эры на шести маленьких островах, расположенных недалеко от берега в стратегической точке восточного Средиземноморья. Центр торговли Тир был богатым и сильным городом. и играл ключевую роль в финикийской структуре власти. Тир быстро колонизировал Западное Средиземноморье, Африку и Испанию. Именно царь Хирам из Тира был вызван Соломоном для постройки дворца и храма в Иерусалиме. Хирам снабжал Соломона рабочими и древесиной кедра, необходимой для постройки храма в Израиле. План Тира изучен лучше, чем у большинства других финикийских городов, тем не менее мы имеем лишь наброски. В наше время Тир стоит на том же самом месте, где и древний город. Северная сторона содержала естественную гавань с волноломом. На южной оконечности имелась еще одна гавань под естественной защитой острова. Маленькие островки, на которых первоначально стоял город, были полностью скрыты под фундаментами домов. Слово «финикийц» связано со словом «фиолетовый». Одна из главных отраслей промышленности людей, которые жили на побережье Ливана, был сбор раковин Мурекса, чья желчь была интенсивного фиолетового цвета и к тому же совершенно не смывалась. Ее использовали для окраски тканей. И финикийцы не зря получили свое имя. Извлеченные железы Мурекса неприятно пахли, поэтому Тир называли «вонючим городом». После завоевания Александром Финикия потеряла независимость и перешла в руки греков. После падения Греции римляне овладели регионом и сделали его частью Римской империи. Из всех финикийских городов Карфаген – самый важный. Карфаген более известен, чем его город-прародитель Тир. О Карфагене также имеется куда больше археологических и литературных сведений, чем о других финикийских городах. Карфаген зародился как колония Тира 3000 лет назад. Расположенный на полуострове, город был хорошо защищен и имел естественную гавань. Расположенный около современного Туниса, Карфаген торговал золотом, рабами, слоновой костью и перьями страуса, которые доставляли с юга. С севера из-за моря везли олово, медь, свинец и ткани. Спустя сто лет Карфаген стал ведущим городом финикийской цивилизации. В пределах стен южная часть города была низкая и плоская, в то время как северная часть возвышалась к холмистому плато. Район вокруг гавани, бирса, был деловым, где здания часто имели целых шесть этажей. Типичный финикийский дом состоял из вестибюля, который вел во внутренний двор, вокруг которого располагались комнаты. Сбоку была комната с отдельным входом, которая часто использовалась как мастерская. Не имея источника воды в городских стенах, каждый дом был оборудован емкостью для сбора дождевой воды. Фонтан тысячи амфор, построенный в центре города, снабжал город грунтовой водой. Карфаген импортировал и экспортировал. Его керамика была вне конкуренции, как и производство окрашенных тканей. Карфаген экспортировал популярные предметы роскоши, драгоценности, духи, стекло и инкрустированную мебель. Религия давлела над карфагенской цивилизацией, и высшим богом был Ваал. Жертвоприношение было главным обрядом финикийской религии, и карфагенские жрецы приносили в жертву животных и даже маленьких детей. Долго предполагалось, что детские жертвы приносились для обеспечения хорошего урожая, но в последнее время многие решили, что люди не могли быть столь жестоки. Наверное, у них часто были эпидемии. Мое мнение – нет. К сожалению, детей приносили в жертву. Мы знаем, что это старая ближневосточная традиция. Даже в Ветхом Завете про это написано. Пророк Исаия писал, что люди отправлялись в долину Имам, что к югу от Иерусалима, и приносили детей в жертву богам. Это традиционная форма поклонения таким богам, как Ваал или Малох. Карфаген строит колонии и в Испании, включая города Кадис, Картахену и Эбитсу. Весь южный регион принадлежал карфагенинам. Эти города торговали с Египтом, Римом и Грецией, и даже с Британией и Западной Африкой. Властители Средиземноморья Карфагенине имели большой флот. Чтобы поддерживать морскую торговлю, они построили гавань из двух частей. Квадрат формировал внешнюю гавань и использовался для коммерческого флота и склада. Узкий канал обеспечивал вход в военную часть. Построенные вокруг круглого бассейна широкие галереи могли принимать до 200 судов. В центре лагуны было великолепное круглое здание. Здесь строили и восстанавливали военные корабли. С вершины здания командующий флотом мог наблюдать, как флот покидает или возвращается в порт. Успех Карфагена привел к конфликту с другой крупной державой, Римом. Поскольку Рим расширял владение, он боролся с Карфагеном за обладание Сицилии, это была первая Пуническая война. Из всех карфагенских вождей Ганнибал самый известный. Согласно Наполеону, Ганнибал был самым могучим предводителем наемников. Из-за маленького населения Карфагена его армия зависела от хорошо обученных наемников. Наемная армия Ганнибала вторглась в Италию в надежде на крупную добычу. Ганнибал начал вторую Пуническую войну, переправившись со своей армией через Альпы. В течение 15 лет Ганнибал боролся с римскими армиями и победил всех противников. Однако все изменилось, когда римская армия во главе с Публием, Корнелием, Скипионом пересекла Средиземное море и вторглась в Северную Африку. Так как разграбление городов не предвиделось, армия Ганнибала не имела мотивации, и Ганнибал мог только наблюдать, так как его армия была разбита в сражении под Замой в 3 веке до н.э. Преследуемый римлянами Ганнибал был предан и передан своему заглядному врагу. В плену великий вождь совершил самоубийство. Карфаген заключил с Римом очень невыгодное соглашение. Рим напал на Карфаген в середине 2 века до н.э. и начал последнюю войну. Армии Карфагена отбивались в течение трех лет, а затем последовало полное поражение. Немногие оставшиеся в живых были проданы в рабство, а город сгорел до основания. Годы спустя император Август взялся за восстановление Карфагена, основав на его месте новую римскую колонию. Из пепла на побережье Северной Африки поднялся новый город. Римляне восстановили Карфаген с потрясающим блеском. Амфитеатр, овальная арена в предместе города, стал сценой для многих спектаклей. В археологическом парке есть развалины римской виллы. Этот дом с роскошным видом на побережье известен как птичья клетка, благодаря мозаичному полу, изображающему птичью клетку. Здесь также есть классический внутренний двор с колоннами и небольшим садом. Эта мозаика традиционна для римского искусства. Доминий Юлий назвал ее самым замечательным примером римского искусства в Тунисе. Поскольку христианство заменило язычество, была построена Домос Критатис, крупнейшая в Африке базилика. Недавно здесь были открыты ранее христианские могилы, а в музее Карфагена есть остатки крестов, ваз и терракутовых плиток, найденных в некоторых из могил. Долго избегавшее разрушение, которое охватило Римскую империю, Карфаген был сметен племенем вандалов, которые кочевали из Испании в Северную Африку и разрушили город. Финикийцы были стойкими, прямолинейными в своих поступках, но при этом умными людьми, которые процветали в войне и в мире. Они были лучшими торговцами и изобрели алфавит, который в ходу до сих пор. Наше знание о финикийцах пришло главным образом от их врагов, греков и римлян. Однако финикийцы были гордыми и мирными людьми, достижения которых оставили неизгладимый отпечаток на культуре всего западного мира. Фильм озвучен по заказу компании Интра Коммуникейшн в 2005 году. Интра Коммуникейшн в province «Коварка» Игорь Коммуникейшн 19» — «Коварка» в «Коварка» в «Коварка» из лекции евр Cartes Innovation» Продолжение следует... На южном побережье Аравии древнее царство Сава процветало благодаря стратегически выгодному положению между Красным морем на западе и Индийском океане на востоке, а также большому спросу на благовония. Это история легендарного народа, жившего в Древней Аравии. Наследие древних цивилизаций Древняя Аравия На юго-западном берегу Аравии, на рынках Саны, столицы Йемена, можно купить самые разные товары. Успешная торговля всегда ведет к богатству и процветанию. Немногие из нас задумываются о труде, который требуется, чтобы доставить нам необходимые товары. И как много времени нужно, чтобы доставить самое простое яблоко к нашему столу. Но только вообразите, как трудно было перевозить товары 3000 лет назад, когда единственными средствами перевозки были маленькие лодки, ослы, валы и верблюды. Древние караваны, заполненные разнообразными товарами, проходили тысячи километров, чтобы доставить товары на рынке. Шелковый путь, наиболее длинный из древних торговых путей, начинался в Китае и доходил до современной Турции. По Нильским речным путям египтяне возили золото, сладовую кость и шкуры из Судана. 3000 лет назад карфагенине из Северной Африки дошли до центральных областей Франции, чтобы купить олово, которое было нужно римлянам и грекам для изготовления оружейной бронзы и других изделий. Карфагенине побывали и на юге в Сенегале, где они покупали золото. Китай и Бенгальский залив были отправными точками для торговли пряностями. Этот сухопутный морской путь использовался торговцами, которые шли морским путем из Индии в Аравию, а затем на север по Красному морю в города Средиземноморья. На протяжении пяти столетий этот маршрут заканчивался в Саве. Отсюда начинался другой важный караванный путь, так называемый Путь Благовоний. Аравийский полуостров был более важен для мировой истории, чем считается. Современные люди ничего не знают о Йемене и Омане. Но до очень недавнего времени, возможно, еще в 15 веке, как и во времена Римской империи, они играли важную роль в развитии северо-восточного региона. Двигателем этой торговли, начавшейся приблизительно в X веке до н.э., был верблюд Драмадер, водившийся в Аравии. Не нуждаясь в большом количестве воды, он мог путешествовать через пустыни Рубаль-Кали и Хигиаз. Путь Благовоний позволил солейцам и набатийцам из легендарного города Петра достигнуть процветания. Римляне называли эту область Аравией Феликс или царством Савы. Из этого отдаленного царства сырье для Благовония и Ладана перевозили в Рим, где оно использовалось в религиозных обрядах и для ароматизации. Сана была столицей Йемена. В археологическом музее города можно видеть драгоценные находки, которые указывают на происхождение древних людей, живших очень давно. В Библии этот город известен как Хазал. По легенде, город был основан Симом, сыном Ноя, который назвал его Мединат-Сим, город Сима. Сегодня он известен как Сана. Савейцы первоначально были кочевниками, но около 10 века до н.э. они изменили свой социальный уклад и основали деревни, где начали разводить животных. Раньше эта область имела намного более влажный климат. Подобные поселения появились в областях с хорошей почвой. Некоторое время спустя пришли народы из Восточного Иордана и Южного Ирака и также обосновались в этой области. Они сыграли важную роль в объединении Востока и Запада. Четыре царства существовало благодаря торговым путям, и каждая хотела доминировать. Самым важным царством была Сава, которая процветала даже в дописьменный период. Ветхий Завет упоминает царицу Савы, которая нанесла визит царю Соломону в Иерусалиме. Мы знаем из Библии, что Соломон очень сильно интересовался этими экзотическими товарами, поскольку он желал прослыть великим царем и хотел, чтобы его уважали цари всех окрестных, более крупных государств. При дворных надо было достойно развлекать. Нужны были экзотические животные, нужны были благовония и качественная пища, красивые материалы и ткани. Совершенно ясно, что он вел торговлю с Южной Аравией, откуда и пришла традиция приглашать ко двору царицу Савы. Вероятно, царица Савы посещала двор царя Соломона. Щедрые подарки, которые она получала от Соломона, возможно, были подкреплением бартерных сделок. По договору она управляла путем благовоний на юге, в то время как Соломон контролировал торговлю на севере. Соломон стал крупным монархом, который имел международные связи. Без преувеличений можно сказать, что Южная Аравия действительно играла очень важную роль в поставке предметов роскоши для остальной части Восточного Средиземноморья, и Египта, и даже Сирии. Слава Савейцев происходит в значительной степени от производства и торговли специями и ладанами. Ладаны мира, в частности, являются смолами кустарника, растущего только на южном побережье Аравии, в северном побережье Африки и в Эфиопию. Савейцы расширили торговлю, продавая благовония египтянам, которые использовали ладан для мумификации, чтобы подготовить покойного к достойному переходу в загробную жизнь. Савейцы увеличивали прибыль, покупая драгоценности в Индии и Дальнем Востоке и перепродавая их народам Средиземноморья. В Сирвахе находятся руины первой столицы Савейцев. Большой храм, посвященный Алмакаху, лунному богу, возвышается над местностью. Пять монолитов формировали портик перед вратами храма. Фасад здания был разрушен, но стены все еще стоят. Окруженная горами Сирвах лежит на крошечной равнине Вади-Гада. Столкнувшись с быстрым ростом населения и потребностью в большом количестве воды в 8 веке до н.э. Савейцы заняли равнину Вади-Дана и перенесли столицу в Мариб. Это один из самых важных археологических участков в Йемене. Древние руины Мариба вырисовываются подобно миражу посреди пустыни Саид. Типичные дома башни города были сделаны из брусков земли, на каменном фундаменте и имели небольшие окна. На многих стенах найдены древние надписи и рисунки. Три семьи с детьми все еще живут в древнем городе. Один из храмов города посвящен Арш-Билкис, трону Билкис. Он состоит из пяти монолитных колонн с разными капителями. Шестая колонна была разрушена. В конце 19 века немецкие археологи обнаружили древнюю стену периода Савского царства. Археологи нашли восемь дверей между большими блоками известняка, которые стояли на вулканическом камне. Фундамент, на котором была построена эта мечеть, все, что осталось от древних стен и зданий. Пример огромного богатства совейцев может быть найден в двух километрах к юго-востоку от Мариба. Это храм Маграм-Билкис, построенный в пятом веке до нашей эры. Он был первоначально известен как храм Аввама, посвященный лунному богу Алмакаху. Слово «маграм», что означает «храм-убежище», показывает, что священное место имело особый статус. Подразумевалось, что любой мог найти убежище в его стенах. За столетия ветер и песок разрушили храмы, и от них остались только руины. Алмаках, лунный бог, был главным божеством совейцев, наряду с богиней Солнца Шамс. Их сын Атар был богом, соответствующим Венере. Луна, Солнце и Венера, и другие менее значительные божества, вроде небес, земли и воздуха, были общими для всех семитских народов. Большую значимость лунного культа легко понять, ведь в пустыне, где палящее сияние Солнца несет смерть всему живому, ночь приносит прохладу и успокоение. Древние народы Южной Аравии почитали особые камни, называемые Бетили. Они символизировали и воплощали божество, представленное масками в музее в Сане. Долина у подножья горы Балак была пересечена Вади Дана, рекой, которая становилась полноводной в дождливый сезон. Река разделяет гору на две части и несет воды в бескрайнюю пустыню. Столетия назад, около 8 века до нашей эры, у подножья горы Балак совейцы построили дамбу. До наших дней она не сохранилась. Остались лишь руины двух церквей на обоих берегах Вади и поддерживающие столбы в скалах на набережной. Но даже эти развалины дают представление, сколь велика она была. Дамба была построена в конце ущелья, образуя между горой и берегами гигантское водохранилище. Его берега были выложены из кусков прессованной глины, земли и камней. Дамба была соединена с берегами двумя каменными надстройками. Южная имела выводящий проток, частично прорубленный в скале. Северная имела специальный канал-водовод для регулировки оттока воды. Главный канал разветвлялся на множество малых каналов, и пустынная равнина, орошаемая миллионами литров воды, становилась плодородной. Сотни лет дамба превращала тысячи квадратных километров пустыни в плодородные поля, которые кормили население числом больше 300 тысяч человек. Культуры, выращиваемые здесь, включали виноград, лен, щебель и сезам. Мы все еще можем увидеть мельницу, где семена сезама перемалывали для извлечения масла. Пальмовые рощи, растущие на пути благовония, обеспечивали путешественников пищей и местом для отдыха. Слава Советского царства гремела повсюду, от Рима и до Индии. Торговля и пошлины, наложенные на проходящие караваны, позволили ему значительно разбогатеть. Богатство соблазняло другие государства, поэтому на протяжении столетий оно участвовало в многочисленных войнах. Особенно сильное господство над Савой добивался Рим. Завоевав Египет, римский император Август послал на Совейское царство огромную экспедиционную армию во главе с Элием Галли. Галли нанял местного проводника, чтобы тот помог римской армии, но вместо того, чтобы идти к Марибу, он водил ее по пустыне целых шесть месяцев. Изможденные римляне были побеждены пустыней. Оставшиеся в живых должно быть почувствовали радость при виде стен, расположенного на холме города Етил. Руины древнего города, известного теперь как Барракиш, состоят из нескольких храмов, колонн и башен, которые стоят до сих пор. Отдохнув в Етиле, римляне поняли, что не стоило вести войну в столь неприветливом климате. Римская армия ушла к побережью, где воины сели на корабли и возвратились в Рим. Вражда между Совейским и Гемеоритским царствами продолжалась приблизительно до I века до н.э. Гемеорит господствовал над всей юго-западной частью Аравийского полуострова. Легенда гласит, что Етил сумел выдержать очень долгую осаду благодаря подземному ходу, который вел далеко за городские стены. Но однажды снаружи в туннель залезла собака, и осаждавшие узнали о нем. Из-за этой собаки город и был завоеван, после чего получил новое название Барракиш или собака. Однако расцвет Гемеоритского царства был недолг. Этому послужили две важные причины. Первая была то, что люди поняли природу муссонов. В течение сотен лет путь пряности вел в Марип из Индии и Китая через горы в южной части Аравийского полуострова. Но в первом столетии нашей эры греческий капитан Гипполос понял, что направление муссонов, дувших через Индийский океан, менялось в зависимости от времени года. Летом и весной ветер дул с север на юг, а зимой и осенью его направление менялось на противоположное. Древние морские торговцы осознали новую информацию и стали плавать вокруг Аравийского полуострова, проходя между Индией и Египтом и используя сезонные ветры. Динамика торговли начала меняться. Доказательством этого могут служить обнаруженные в Индии римские монеты, относящиеся к первому веку нашей эры. Таким образом, и после периода расцвета Римской империи, и в Средневековье, и даже в начале Возрождения, Оман и Йемен в западной части Аравийского полуострова продолжали играть очень важную роль в мировой торговле и обеспечивали Европу самыми различными товарами. Баланс в торговле изменился после решения Римской империи сделать христианство государственной религией. Новая религия запрещала кремацию трупов, при которой использовались ладом и мирно. Таким образом, деньги, поддерживавшие земледелие в Морибе, иссякли, и оно сошло на нет. Первая трещина в дамбе Мориба появилась в III веке н.э., и город пришел в упадок. Абиссинцы из христианской Эфиопии вторглись в страну в VI веке н.э. 50 лет спустя последовало вторжение персов, после чего страна приняла ислам. Сана, центр христианской религии, был перестроен с учетом нового стиля архитектуры. На юге страны, в городе Шибам, мы можем видеть здания другого архитектурного стиля, сформированного исламским вторжением. Из-за постоянной угрозы вторжения геменитов, дома строили в форме башен, чтобы усилить обороноспособность и обеспечить хороший обзор. Другая причина, по которой дома строили именно так, состояла в том, что они не занимали плодородную почву. Дома были высокими, и занимаемая ими площадь была меньше. Области сельского хозяйства производили продовольствие и строительные материалы. Практически все здания были построены из прессованной соломы и земли. Исламская цивилизация создала собственную необычную архитектуру, примеры которой можно найти в предместиях города. Дворец Дар-Аль-Хаджар, летняя резиденция имама Яхи, был построен в начале века в старой части Саны. Это столь прекрасный и неподражаемый архитектурный ансамбль, что в 80-м году он был взят под охрану ООН. Каждый из пяти или шести этажей имел свое назначение. Первый этаж содержит конюшню и уборные. Средние этажи включали комнаты для гостей и развлечений. Спальни же были расположены на верхних этажах. Йемениты никогда не теряли смелости духа. Символ их гордости и чести – Джамбия, арабский изогнутый кинжал, который каждый мужчина получал в подарок от родителей на 14-й день рождения и носил его на поясе до самой смерти. Кинжал Джамбия символизировал мужское достоинство. Следом торговой деятельности древнего царства можно считать распространение новых зерновых культур. Кофе, принесенный абиссинцами, попал в идеальные климатические условия. В 15-м веке торговцы из Европы попробовали то, что арабы называли «кахва» в порту Мокка на побережье Красного моря. Кофе, выращенный здесь, был известен в Европе под названием Мокка по названию города. Другое растение, выращиваемое здесь – зеленые листья куста, известного как кхат. Более тысячи лет люди Йемена жевали листья этого растения, имеющие легкий наркотический эффект. Почти 40% ворошаемой земли страны занимают плантацией кустов и деревьев кхат. Для торговли кхатом в Сане существует специализированный рынок. В 15-м веке кахва и кхат в форме напитка были одинаково популярны в Мокка как стимуляторы. Но торговцы из Европы предпочли кахву, потому что кофейные зерна транспортировать было намного легче, чем скоропортящиеся листья кхат. На базарах за древними зубчатыми стенами столицы Саны мы все еще можем увидеть особенности торговли йеменитов. В наши дни, как и тысячи лет назад, мы можем мельком увидеть то, на что была похожа жизнь Древней Аравии. Торговцы набивают цену на свои товары так же, как это делали их предки тысячи лет назад. И если закрыть глаза и прислушаться, можно услышать, как выравниваются холмы, как степь сдается перед напором пустыни, и как караваны привозят товары из далекого востока. Фильм озвучен по заказу компании Интрекоммуникейшнс в 2005 году. Интрекоммуникейшнс в 2005 году. Интрекоммуникейшнс в 2005 году.